Хорошее настроение, все футболисты могут поздравлять мою команду за эту игру. Три очки у нас очень важны за эту игру и на таблице. Спасибо большое болячкам, что пришли здесь, нас бодрят. И тоже самое спасибо моей команде, что боролись 90 минут на поле, выиграли. У нас были лучшие шансы, лучше стояли на поле. И это получилось хорошо. Анжи, наверное, самый сложный соперник из тех, с кем мы встречаемся. На какие моменты в составе соперника, где соперника и тренера обращали внимание, к чему вы делили подготовку к матчу? Ладно, ладно, хорошо. Обратили много внимания на нападающую боль и Максимова. Ну, если закрываешь, это два футболиста закрыли свою команду Анжи, а так и получилось сегодня. Война не позволило много моментов, чтобы они забыли нам. И получилось все хорошо. Анис, ну и немножко, может быть, неприятный вопрос, но пять карточек для нападающего за неполный сезон – это много. Вот сегодня ты показал, что после того, как получил первую, ты можешь держать эмоции под контролем, и ты перестал разговаривать с судьями. Тебе не кажется, что это, может быть, даже мешает немножко? То есть, выплескивает энергию, ту, которую можно в игру как? Ну, видно, что война, почему я желтую получил. Ну, каждый раз он свистывает. У меня дуэл сразу, они руками не борются, ну, так с корпусом, с телом. А они каждый раз посмотрят, много есть у меня в голове здесь, болит. И он свистнет каждый раз и получил желтую. За такую дуэл я никогда не видел. Ну, что, надо чуть-чуть успокоиться и продолжать дальше. Ну, и наверняка команда смотрит в таблицу. Вот было ли перед игрой понимание у игроков, что если мы сегодня не выигрываем, то о прямом выходе можно, наверное, забыть и как-то дополнительно это подстегивало? Ну, нет. Не, не можно премьер-лигу забыть, потому что есть еще много игр. У нас хорошо сегодня, что Томск тоже ничью выиграл. Так что это три очки было очень важно у нас. И слава Богу, что все получилось и мы выиграли. Три очки надо сейчас продолжать и смотреть на следующую игру. Спасибо.